Дан Юран тебя спрашивает. Вадим, готовы ли вы вернуть слова о Терзиче? Какой он плохой? Вернуть слова о Терзиче? Взять свои слова назад. Видимо, ты когда-то сказал, что Терзич, я подразумеваю, я не помню, наверняка ты мог сказать, что Хави нитик, что Терзич плохой. Вернуть свои слова. Я у кого-то забрал слова и потом верну их. И да, и нет. Мне кажется, что тот успех, который действительно близок к Баруси, это, конечно, успех, который во многом обусловлен, что просто в Бундеслиге нет в этом сезоне полноценной чемпионской команды. Это видно даже из пропорции набора очков. То есть и у Баруси, и у Баварии чего-то экстраординарного. Тут нету, в первую очередь, кризисности, плюс некоторые неконтролируемые факторы, играют в пользу Баруси. То есть сказать, что он построил хотя бы команду уровня Тухеля, ну то есть команду уровня Тухеля, забавно сейчас звучит, Баруси уровня Тухеля, которая чемпионом не стала, нельзя сказать. Не уверен, что даже можно сказать, что команду уровня Фавра он переплюнул. Но он действительно может стать чемпионом. То есть у меня есть некоторые сомнения, вернее, некоторые причины полагать, что с этим ресурсом Баруси можно играть лучше. Конечно, это не помогло бы, если бы Бавария сыграла на своем уровне и прошла бы чемпионат стабильно. Но в любом случае он работает неплохо. Я его характеризовал, я действительно не верил в его долгосрочного успеха. И с одной стороны, сам успех будет в итоге обусловлен не столько тем, что он построил что-то экстраординарное, столько тем, что очень посредственный сезон в Бундеслиге. И это не просто моя придирка, это просто, ну действительно, это из темпа очень хорошо видно, из-за того, сколько осечек у абсолютно всех. С другой стороны, это прямо грандиозный успех, на который глаза закрыть нельзя. То есть если мы оцениваем Терзича, как вот его работа в конкретном месте, как он совладал с командой. И не надо недооценивать еще, как он вытащил команду именно после чемпионата мира. То есть он не упустил ее в трудный момент сезона и дальше там очень уверенно Баруси пошла. Да, наверное, там где-то результаты складывались в их пользу, где, возможно, это не было так очевидно уж. Но в любом случае, и есть еще, конечно, Лига чемпионов, где не супер ярко Баруси себя провела. Но в любом случае есть за что аплодировать, хотя бы за то, как он удержал эту команду. И, в принципе, Баруси стала достаточно узнаваемой командой с точки зрения принципов именно на этом отрезке. Но в то же время важно все-таки понимать и правильно расставлять акценты в этом чемпионстве. Мне кажется, оно в первую очередь обусловлено тем, что чемпионской команды в этом сезоне Бундестеги нет. Но если вот подводить итоги его работы, то, конечно, это то, за что надо хвалить. Но если смотреть на вопрос иначе, с точки зрения того, а вот хотел ли бы я, будучи я болельщиком Арсенала, другого топового клуба, терзичи себе тренером. Ну, по идее, должен хотеть. Если он выиграл, скинул Баварию строна. Вот на базовых настроях и должен хотеть. Что он заслуживает находиться на этом уровне постоянно. Что он построил хотя бы команду этого уровня, а не просто хорошо разыграл карту, которая сложилась в том числе внешними обстоятельствами. То есть я извиняюсь, мне всегда очень некомфортно принижать чьи-то достижения. Иногда приходится. Но, наверное, еще худшая ситуация, если бы приходилось подгонять комплименты под чисто результаты. Говорите, да-да, это же гений, как я этого не разглядел. Я стараюсь какую-то взвешенную оценку дать. И, с одной стороны, конечно, я тогда тоже не просто сказал, что он плохой. Я там сказал плюсы и минусы такие. И в целом думаю, что это не очень хороший выбор для Баруси. И эти слова, эту оценку, конечно, ну, это не так. Я ошибаюсь, безусловно, со всеми бывает. Надеюсь, что это со мной происходит не так часто с теми, кто меньше футбол смотрит. Но от этого никто не застрахован. Безусловно, ошибка в этом есть. Но в то же время, мне кажется, что его сейчас, скорее всего, Беларусь станет чемпионом. И его начнут пиарить сильнее, чем он того заслуживает, исходя из даже достижений этого сезона. Просто исходя из результатов этого сезона. И тем более исходя из уровня команды, которую он построил. Ну, вот как-то так выглядит моя взвешенная оценка Терзича. Хочешь опрос? Либо по Терзичу, либо вот такой же, какой у тебя сформулирован в подзаголовке. Баруси возьмет Бундеслигу. Или как-то. Ну да. Либо по Терзичу, если хочешь, поуже вопрос. Какой по Терзичу? Топ-тренер он? Ну, допустим. Ну, или не знаю. Хотя ты сейчас так охарактеризовал, что те, кто тебе доверяют, проголосуют однозначно. Ну, ладно. А как ты его оцениваешь? Я его оцениваю как Райана Мэйсона, у которого получилось. Или Данкина Фергюсона, у которого получилось. Сын полка, который всегда рядом с клубом. Какую-то роль занимает. Иногда помощник тренера. Иногда в структуре клуба. В академии там работает. Ну, вот сложились так обстоятельства, которые могут позволить при нем, как главном тренере, стать чемпионом. Но это сложились так обстоятельства, а не то, что он сложил так обстоятельства. Хотя его заслуга в том, что в такой ситуации, даже если второй месяц займут, это будет нормальный результат. И с учетом того, как сколоса весь сезон. Слушай, ну я тогда его оцениваю как Фрэнка Лэмпорда, у которого есть его сезон и всегда будет не отнять. Но помнишь, первый сезон в Челси в очень трудных условиях вытащил все сверху и играли ярко. Но вот просто в масштабах Бунтес-лиги с таким сезоном Баварии это привело к достижению еще более высокого уровня у Терзича. Но в то же время Фрэнк Лэмпорт от этого не стал, скажем так, универсальным топовым тренером. И нет очереди из европейских топовых клубов, которые готовы его назначить. Ну и вот мне кажется, к Терзичу будет примерно такое же отношение. Ну короче, мы тут много говорим. Мне кажется, честно говоря, если что, поправьте, в чате пишите, что этот вопрос не требует обсуждения. Я думаю, практически все ответят, что все-таки он не топ-тренер. И это не я запудрил мозги. Это, ну, все его так, пока оценивают. Давай, Баруси, встанет, чем вы, или нет? В очередной раз мы это спрашиваем. Мы как-то спрашивали на стриме, когда обсуждали интриги на концовку сезона в последнюю паузу на игры сборных. Мы спрашивали, когда Тухера назначили, что выиграет Тухер из Баварии. Тогда я помню результаты опроса. Тогда преимущество было у варианта только Бундеслигу. Тогда еще не вылетели из лиги чемпионов. А сейчас еще... А вот что голосовали в первый раз, я, честно говоря, не помню. Но вот сейчас уже какая-то корректировка. А, нас поправляют. Все-таки есть в этом сезоне Бундеслиги чемпионская команда. Это Байр Хабиолонса. Но просто не весь сезон, значит, существует. Да, да. А тебе вообще насколько обидно произносить эту фразу? В Германии нет чемпионской команды. Да даже в Испании, кажется, ну, так, чтобы вот доминировать во всем и на протяжении долгого отрезка тоже, наверное, сложно. А в Англии есть сразу две и в итоге. Ну, да, обидно. Ты готов подобрать у Бундеслиги чемпионство? Обидно. Сделать арсенал чемпионом Германии. Раз уж психоделику угай какую-то. Мне кажется, тут можно не только психоделику, но и некоторые другие элементы рассмотреть. Геополитику? Да, да, да. Я думаю, что готов ли ты сделать арсенал чемпионом Германии? Господин Сунок. Он начажет тебя. Сунок. Любилarle. Сунка. Прew 플� depriка. Б crise.